Поехали. Итак, друзья, всем привет. У нас на связи Татьяна. Татьяна – это участница курса месячного, где мы прорабатывали с подсознанием, там вообще по полной программе вычищали блоки по методу регрессии. Итак, Татьяна, здравствуйте. Да, всем привет-привет. Да, расскажите буквально немножечко о себе, то есть откуда вы, чем занимались и с каким запросом вы пришли на тренинг? Я из города Ишкарлы, это республика Мариэл. Вот кто-то может в курсе знает, чем я занималась. Вообще всегда интересна была тема саморазвития. Очень любила покопаться в себе, найти какие-либо причины тех или иных событий, происходящих со мной. Где-то получалось, где-то не очень. Всегда стремилась к достатку, то есть финансовая свобода интересовала меня очень, но никак почему-то не получалось у меня этого достичь. Вот. Знала, что я вернулась. Татьяна, вопрос такой, а какие вообще техники, тренинги проходили? У меня тоже там сколько, 20 лет за плечами различных методик. А чем именно занимались? Ну, я с 2007 года активно так занималась, эзотерикой. Вот. Ну, психология интересовалась такими всякими практиками, краешком там эйки, ведическая культура. Вот. Ну, разные. Частично. А вообще вот появилась какой-то вот такой вот момент отличия. Есть ли то, что я даю и то, что вот там вот был опыт? То есть ведическая культура, психология, вообще вот то, что я даю на тренинге, оно отличается от того, что вы знали? Отличается. Есть моменты, которые, в принципе, мне были знакомы. Вот. Есть практики вообще в корне отличающиеся. И для меня немножечко необычные и непривычные. Вот. А к примеру, что за практики, которые вот вообще нестандартные? То есть вы всю жизнь думали, что это так, учились этому, думали, что так. А пришли ко мне на тренинг, поняли, что вообще все не так. И вот все, вот эта вот техника, она на вас работала. Техника офигенная с проработкой обид. То есть нас всегда на всех практиках, тренингах учили быть хорошими, принимать людей такими, какие они есть. Если вас видели, то, ну, значит, возможно, где-то я это заслужила, что со мной так поступили. Вот. А вот вы даете совершенно противоположную технику, и она действительно рабочая. То есть если я обиду на маму отрабатывала, ну, много-много лет, вот, с психологом работала, свои какие-то методы там пыталась, то, в принципе, по вашей технике это прошло, не знаю, минут за 10. Вот. Ну, да. Круто. А вообще, в целом, вот, с каким запросом пришли на тренинг? Вот, то есть, все равно, то есть, вот я всегда иду на какое-то обучение, у меня есть запрос, я хочу там то-то проработать или там увеличить доход или что-то еще. Вот у вас был какой-то запрос на тренинг? Ну, запрос, да, был. Изначальный был запрос, конечно, это увеличить доход, чтобы пошли продажи у меня, немножечко финансовые сейчас трудности, хотела из этого побыстрее вылезти. Вот. Ну, и чисто интуитивно пошла, потому что, ну, я почувствовала, что мне это надо. Вот. Несмотря на то, что определенные обязательства, единственное сомнение было, это деньги. То есть, я их сейчас потрачу, поможет, не поможет. Ну, вообще, а в плане того, что, ну, я хочу пойти, это как бы сомнений не было в этом. Ну, поможет, не поможет, то есть, это было, да, тема? Ну, даже не то, что поможет, не поможет, а скорее финансовый вопрос, зря ли я потрачу деньги. То есть, больше все-таки финансового есть в теле. Ну, сейчас жалеете, что пошли на тренинг? Нет, конечно. Нет. Это самое, наверное, наикрутейшее вложение в себя было, причем вложение такое минимальное. То есть, я покупала и там по 50-е тренинги, вот. Но то, что как бы вот цена была вообще вот на этот тренинг, по-моему, самая минимальная из того, что я покупала когда-либо. А эффект, он был самый максимальный. То есть, за коротенькое время я смогла столько из себя вытащить. Это что-то. То есть, месяц назад, чтобы выйти в это интервью, я не знаю, меня бы, не знаю, пушкой бы под дулом пистолета не затащили бы. Ну, да. А вот по поводу вот предназначения, то есть, насколько вот, я не знаю, получилось вот найти свое предназначение и когда вы его, ну, то есть, нашли, что поменялось вообще в жизни? Ну, да. Была практика по предназначению. Я действительно поняла, чем я хочу заниматься, к чему лежит моя душа. Поняла, почему у меня были проблемы вообще в предыдущей деятельности, в любой, почему не шло, потому что я, ну, шла не туда. Вот. Что поменялось? Ну, вот после тренинга вообще я, как бы сказать, тренинг стал такой стартовой точкой. Теперь я знаю, куда идти. То есть, я увидела свое направление и теперь я знаю, в принципе, пошаговый план, как мне теперь действовать. Если раньше в голове была какая-то каша, я постоянно искала себя, чем же я хочу заниматься, для чего же я вообще сюда пришла, что я умею, какие у меня способности, таланты и не могла это все вот в кучку собрать как-то, то сейчас я это вот отчетливо вижу, что вот она цель, я хочу этим заниматься, мне это по душе, мне это нравится. И вот это состояние, оно придает энергию просто. Хочется двигаться уже действительно. Круто. Ну, мы месяца через, да, мы месяца через три еще повторно проведем такой вебинарчик. Ну, то есть, вот такое вот общение, где вы уже будете рассказывать, как вы там сотни тысяч рублей уже зарабатываете на своем предназначении, делаете то, что, ну, вам нравится. А вот если поговорить еще, помимо того, что нашли свое предназначение, получилась вот четкая такая фокусировка, было ли еще то, что вот на этом тренинге было вот прям запомнилось самое-самое ценное, что вы взяли для себя? Самое ценное? Я поняла, что всю, в принципе, свою сознательную жизнь я не жила просто. Просто я жила мамой, я жила папой, я жила своим окружением, желаниями, не знаю, детей, мужа. Но я не жила тем, чем, как бы, как я хотела жить. То есть, жизнь была не моя. И сейчас, действительно, открыв себя, я поняла, что вот она, жизнь, она только-только начинается. И это просто здорово. И насколько люди пытаются, не знаю, умничать, имея вообще внутри столько блоков, комплексов и чужих установок, пытаются меня чему-то научить. Ну, я не знаю, сейчас просто смешно становится смотреть на таких людей. Знаете, люди, я им рассказываю про тренинг, они говорят, да у нас так все хорошо, зачем мы к тебе пойдем на тренинг, у нас так вообще все отлично. Поэтому нет денег на тренинг элементарно, в отношениях там вообще непонятно что, и при любом каком-то нормальном вопросе, который им задают, они плачут. И они говорят, у нас все хорошо. Да-да-да, есть такие. Я одной тоже девушке писала, говорю, вот есть такой момент, там можно блоки проработать. Она пишет, у меня нет никаких блоков. Я думаю, ну, здорово, я рада за вас. Ну, про себя подумав, ну, понятно, что человек, он, похоже, настолько уже погряз вот посюда в своем, что не видит. Ага, Татьяна, а как думаете, вот сколько мы там работали в группах, сколько из людей там вычищало я, да? Вот ваше мнение вообще, есть ли сейчас вообще здоровые люди, которым вообще не надо прорабатывать? Нет. Нет, нет здоровых людей. Нет, абсолютно нет. Ну, потому что с рождения, даже не то, что с рождения, даже с прошлых жизней тянутся какие-то блоки, установки, возможно, проклятия, о которых мы даже не знаем и которые мешают нам жить здесь и сейчас. Некоторые люди просто даже об этом не задумываются, считая, что это моя судьба, это моя карма и тому подобное. Вот вы сказали о том, что вот жизнь моя только началась, да, вот тут сейчас. Это хорошо, когда, ну, к примеру, человеку там 30, ну, 40, он уже понимает, что там, ну, лет 30-40 впереди есть, вот их можно как раз кайфануть, да, вот прям, ну, так вот прям качественно прожить, так как, ну, вот, к примеру, за один год проживая одну жизнь такую, которую вы сейчас прожили. На самом деле гораздо больнее людям, которым уже там за, ну, 50. Они понимают, что жизнь, просто жизнь прожита вообще впустую и не своя, и не для себя. Там больно. Ну, там, да, больно. Так что я вас поздравляю. Так что я вас поздравляю с тем, что вот все только начинается у вас. Конечно. А есть ли какие-то пожелания к людям, которые будут нас смотреть и еще думают, идти на тренинг, не идти на тренинг, вот что-то можете им сказать? Ну, я хотела бы сказать одно. Если вы хотите жить, жить счастливо, жить так, как вам хочется, ну, я не знаю, о чем тут думать. Если вам нравится сидеть в своем болоте, ну, это ваш выбор. То есть каждый решает сам для себя, чего он хочет от этой жизни. Вот. Есть еще такой коротенький анекдотик, мне очень нравится. А идет мужик по лесу, слышит, кто-то орет, подходит в болото, там мужик тонет, он его вытаскивает. Все, вытащил, ну, что, как? Ты, говорит, что, дурак сделал? А что такое? Так я же там живу. Вот. И по такому принципу, мне кажется, многие люди живут, но если им там комфортно, то, ну, пожалуйста. Вот. Кто хочет чего-то большего, чего-то лучшего, то, без сомнений, вообще тренинг, это он для вас. Ну, да, то есть тренинг на самом деле не для всех, потому что не все хотят на самом деле жить. То есть жизнь не для всех. Как бы это жестко не звучало, но это так. Поэтому мой тренинг только для тех, кто хочет кардинально изменить свою жизнь. Кардинально. Поэтому, Татьяна, спасибо. Да, спасибо большое. Увидимся, я думаю, месяца через три проведем, где вы уже будете рассказывать о своих покупках, о своих достижениях, о том, что все, изобилие, изобилие прям всего. Все, вам успехов. Пока-пока. Благодарю, Александр. Пока-пока. Пока. Пока. Продолжение следует...